26 апреля в России отмечается День памяти аварии на Чернобыльской АЭС. В канун этой даты в апреле 2012 года у военкомата состоялось торжественное открытие памятника Ленинск-Кузнечанам, которые принимали участие в ликвидации последствий этой страшной катастрофы. В ликвидации аварии участвовали 85 Ленинск-Кузнечан. На шахте имени Кирова компания «Сокус-Ба» с полным ходом шли приемочные испытания нового вентилятора главного проветривания. Запуску работу этого важного стратегического объекта позволил предприятию приступить к отработке запасов 3-4 блоков и, самое главное, повысить устойчивость проветривания горных выработок. 25 и 26 апреля в Ленинске-Кузнечанском прошел муниципальный этап областного конкурса «Молодая семья Кузбасса-2012». В нем приняли участие 5 семей, среди которых молодые врачи, воспитатели, спортсмены, журналисты, студенты и шахтеры. Семьи соревновались в два этапа – первый спортивный, второй творческий. В апреле 2012 года у жителей района 10 участка появилась возможность смотреть все новинки кинопроката. ДК «Строитель» начал работу кинозал. Дом культуры «Строитель» после капитальной реконструкции был торжественно открыт в 2007 году. Здесь сразу же заработали творческие студии, вокальные и танцевальные кружки. Работники ДК для жителей этого отдаленного района Ленинска-Кузнецкого постоянно проводят различные праздники и торжества. Но вот, возможно, смотреть фильмы на большом экране появилось только спустя 5 лет. Студенты Ленинска-Кузнецкого стали вторыми в номинации «Лучшая городская концертная программа» на областном фестивале «Студенческая весна-2012» среди учащихся средних, специальных и филиалов высших учебных заведений. Всего в фестивале приняли участие студенты-аспиранты, молодые преподаватели СУЗов из 12 городов Кемеровской области. Вот такой была информационная картина дня в апреле 2012 года, вспоминала Галина Ильина.